Музыка Главы Божьей, которую мы принимаем от Него И это так удивительно и так чудесно Поэтому еще и еще раз хочу сказать, что очень люблю вас Очень сильно скучаю, когда езжу, когда путешествую Скучаю и всегда с огромным удовольствием и радостью возвращаюсь домой Думаю, Господь, может быть, даст мне другой сезон Когда не так много буду ездить Когда больше времени будет, когда я буду дома с вами Но сейчас я здесь и я наслаждаюсь Потому что у нас впереди долгий период вместе Когда мы вместе будем служить Господу Следующее воскресенье не пропустите Потому что в следующее воскресенье у нас праздник У нас строится сошествие Святого Духа Поэтому обязательно придите не сами Пригласите ваших друзей, ваших близких и ваших знакомых Пусть благодать Божия наполнит ваши сердца и ваши семьи Аллилуйя! Давайте прославим нашего Господа Он велик и Он достоин Я очень рад, очень рад приветствовать всех вас, дорогие друзья Очень рад приветствовать тех, кто подключился к нам сейчас в прямом эфире Мы здесь в центре Сибири, сейчас в Новосибирске И мы готовы открыть Священное Писание И в течение следующих сорока минут Просто прыгнуть и нырнуть в Слово Божие Тема моей сегодняшней проповеди называется так Уйти нельзя остаться без запятой Запятую поставит каждый из нас Уйти, запятая, нельзя остаться Значит надо уйти Или уйти нельзя, запятая, остаться Никуда не пойду Останусь и буду здесь Вы знаете, хочу сказать о том, что Эта проповедь родилась в процессе моих рассуждений и размышлений о жизни нашей О том, как Бог относится к нам и каким образом Господь ведет нас Однажды Иисус обратился к своим ученикам с необычным вопросом Не хотите ли и вы меня оставить? На что Петр ответил Куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни Друзья, у каждого человека Есть своя непростая история обращения ко Христу Своё прошлое Свои причины Свои мотивы И свой момент обращения Когда Господь спас нас Господь принял нас Господь протянул к нам свою руку помощи Тогда, когда мы взывали к Нему Он ответил, чтобы спасти нас А дальше, после этого Человек волен выбирать Продолжить ли ему путь с Христом Или, получив свободу, вернуться К достижению своих собственных целей Планов и желаний К несчастью, хочу сказать Что мы наблюдаем, что многие И, пожалуй, наверное, так было и всегда Выбирают второй вариант Есть люди, которые, получив то, что они хотели Временное облегчение Мир Радость в своё сердце Исцеление от недугов своих Хорошее общество Положительных друзей После того, когда они Побыли какое-то время с Господом Они возвращаются Чтобы продолжить Достигать свои собственные цели в жизни Но есть и другие Те, которые добровольно Предоставляют свою жизнь Господу Без принуждения Имея свободу выбора Они говорят Я выбираю Следовать за Богом И я пойду за Ним В этой жизни Мне больше ничего не нужно Я хочу вместе с вами Открыть песни песней Пятую главу С восьмого По девятый стих И потом шестнадцатый стих Я прочту этот текст Потом ещё несколько текстов Мы потом вернёмся К этому тексту Посмотрите Песня песней Это книга В центре Библии Это книга О взаимоотношениях О любви Книга В которой описываются Чувственные переживания Между ею И им Между Суламидою И возлюбленным Кажется Причём здесь Прямо в центре Библии Книга о любви Книга о близости Об интимных отношениях Друзья Это пророческая книга Которая описывает Отношения человеческой души С возлюбленным Именно в таком контексте Предстаёт перед нами Наш Господь Иисус Христос Он жених А мы Люди Часть Его невесты Мы Его Избранные Мы Его невеста И здесь в пятой главе В восьмом стихе Написано так Заклинаю вас Дочери Иерусалимские Дочери Иерусалимские Если вы встретите Возлюбленного моего Что скажете вы ему Что я изнемогаю От любви От любви Она потеряла Его Она вышла Из комнаты своей Идёт по улицам Встречает Дочерей Иерусалимских И говорит Я заклинаю вас Если вы встретите Его Возлюбленного моего Скажите Ему Что я изнемогаю От любви Как интересно Чем возлюбленный Твой лучше других Возлюбленных Прекраснейшая И женщин Чем возлюбленный Твой лучше других Что ты так Заклинаешь нас И вот этот вопрос Является насущным Для каждого Из нас Чем Наш Бог Возлюбленный Мой Возлюбленный Наш Лучше других Возлюбленных А правда Почему мы Следуемся Господом А правда Почему мы Служим Ему Чем Он Выделяется От других Чем Возлюбленный Твой лучше других Возлюбленных Прекраснейшая И женщин Хочу сказать о том Что этот вопрос Он не праздный И в будущие времена Времена скорбей И гонений В которые церковь войдет Этот вопрос Будет подниматься В сознании Каждого христианина Почему Ты все таки Согласен Или согласна Следовать за ним Почему ты веришь Ему Почему ты избираешь Перед лицом Всех непониманий Лишений Страданий Насмешек Гонений Перед лицом Всего того Что придется пережить Почему ты Выбираешь Следовать за ним 16 стих Еще один кусочек Из Библии Хочу предложить вам Апостол Павел Здесь говорит Если же и закрыто Благовествование наше То закрыто Для погибающих Для неверующих У которых Бог Века сего Ослепил умы Чтобы для них Не воссиял свет Благовествования О славе Христа Который есть Образ Бога Невидимого Ибо мы не себя Проповедуем Но Христа Иисуса Господа А мы Рабы ваши Для Иисуса А вот здесь Внимание Потому что Бог Повелевший Из тьмы Воссиять Свету Озарил Наши сердца Дабы Просветить Нас Познанием Славы Божией Еще раз Внимание В лице Иисуса Христа О чем Он говорит Здесь Он говорит Что так много Людей вокруг Нас Для которых Закрыто Благовествование Они ничего Не понимают О Господе Боге Они слушают Смотрят Видят В этом Какую-то Систему Религию Боятся Боятся Смерти Боятся Божьих судов Боятся Наказания Чувствуют Вину От того Что они Во грехах Живут И для них Не открыто Благовествование И он говорит Но Бог Повелел Из тьмы Воссиять Свету Он озарил Наши сердца Чтобы Просветить Нас Познанием Славы Божьей В лице Иисуса Христа Он говорит Бог Просвещает Людей Когда они Во тьме Бог Повелевает Чтобы свет Воссиял Бог Озаряет Наши сердца И Он делает Это Чтобы мы Познали Славу Божию Слово Слава Можно перевести Как Образ Божий Чтобы мы Познали Бога Его Образ Кто Он И делает Очень Важное Добавление В лице Иисуса Христа То есть Другими словами Можно было бы Сказать Что без Иисуса Христа Без Образа Божьего Который Мы Хотим Познать А мы Не Можем Познать Его Если Мы Не Увидим Лицо Иисуса Христа Без Иисуса Христа Без Его Лица Мы Не Можем Прикоснуться И Познать Образ Божий Современный Перевод Говорит Так Ибо Это Тот же Бог Кто Сказал Из Тьмы Воссияет Свет Чей Свет Воссиял В наших Сердцах Чтобы Мы Познали Славу Божью Сияющую В лице Иисуса Христа И третий Текст И я хочу После этого Соединить Это Третий Текст Это книга Исход 21 глава Когда Вы Добираетесь До книги Исход До 21 главы То Вы Проходите 20 главу Книгу Исход Перед 20 Вы Проходите С самого Начала То О чем Идет Речь В книге Исход Это очень Удивительно Потому что В книге Исход Отсюда И название Этой книги Исход Идет Речь О том Как Бог Выводит Свой народ Из Рабства И Самое Удивительное Что Бог Нашел Человека Моисея Он Его готовил К этому Еще до Рождения У Бога Был план Чтобы Моисей Вывел Народ Израильский И вот Однажды Когда Он был Далеко В пустыне Он увидел Куст Который Горел И не Сгорал Моисей Много Раз Видел Как Загораются От жары Сухие Кусты И они Быстро Сгорают Но Этот Горел Продолжительное Время И не Сгорал Когда Моисей Подошел Чтобы Посмотреть Он Услышал Голос Божий Оттуда И это Был Бог Который Говорил С ним И он Сказал Ему Три Важных Момента Он Сказал Моисей Я Увидел Я Услышал И я Знаю Страдание Народа Твоего Я Увидел Я Услышал И я Знаю Эти Три Глагола Есть Здесь В Этом Тексте И я Хочу Сказать Каждому Кто Страдает Сегодня Есть Момент Когда Бог Скажет Тебе Я Увидел Я Услышал Твой Вопль Твои Страдает Страдает Степ И я Знаю Они Пришли В Египет Потому Что Иосиф Тот Которого Однажды Братья Продали В Рабство Продолжение следует... К власти пришел человек, который не знал Иосифа, и который использовать начал их как рабов. И все жестче и труднее становилось жить, когда жизнь была совсем трудной, когда им не давали никакого сырья, а требовали, чтобы они работали как рабы с утра до ночи, и давали ту же норму кирпичей. Они стали кричать, взывать к Богу, Господи, помоги, Господи, помоги. И вот Моисей, который уже 40 лет в пустыне, Бог начинает говорить с ним, и он возле этого горящего куста снимает обувь с ног своих, и он слышит этот диалог, и он вступает в общение с Богом и переживает это присутствие Божие. Бог говорит, пойди, выведи мой народ из рабства. Пойди, я услышал, я увидел, я знаю. Пойди и приведи их сюда в пустыню, чтобы они совершили служение мне. У Моисея эта картинка, я пойду, и я приведу их сюда. Они переживут вот то, что я пережил. Эту близость с Богом, это общение с Господом. Вы знаете, он приходит туда, к фараону, а они, народ израильский, они по ментальности рабы, они внутренне рабы, они в рабстве родились, воспитаны были как рабы, они думают как рабы и относятся к нему тоже как рабы. Когда стало хуже они, Моисей, что ты сделал, нам стало еще хуже, зачем? Ну, в конечном счете, после десятикасней Бог сверхъестественным образом выводит этот их. И они проходят по дну этого моря, на тот берег. А египтяне, которые вошли в море, вот и сомкнулись, и они все погибли. На том берегу столько радости, столько веселья, столько счастья. Мы свободны и теперь, мы свободны, хотя по ментальности они все те же рабы. Они приходят, Моисей ведет их дальше, они приходят к горе Синаю. И вот это то место, о котором мечтал Моисей, чтобы они пережили Бога, присутствие Божьем, чтобы они почувствовали то, что чувствовал он, когда Бог говорил с ним, где куст сгорел и не угасал. Но Бог, когда пришел на то место, стало слышно какие-то громы, стало страшно, стала сотрясаться земля. И весь народ сказал Моисей, мы не хотим, мы не пойдем навстречу с Богом, иди ты. Конечно, он был очень огорчен, он хотел, чтобы Бог явился всем им, но они сказали, нет, нет, мы не пойдем. Моисей провел черту и сказал, не переступайте через эту черту. И вместе с Иисусом Навиным, он поднялся, Иисус Навин остановился где-то там, а Моисей поднялся еще дальше и был с Господом. И вот, наконец, 20 глава исход, Бог дает 10 заповедей. И сразу после этого, 21 глава исход, здесь написано, вот законы, которые ты объявишь им. И вот здесь, хочу, чтобы мы услышали, самое первое, что Бог сказал сказать народу, когда Моисей спустится с горы, потому что каменные скрижали с 10 заповедями, он принесет собою в руках. Но самое первое, что он скажет, когда откроет свои уста, чтобы говорить, Бог говорит здесь, и он говорит следующее, «Вот что скажи, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сыном или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богом и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его навечно». Вы скажете, что? А при чем тут вот это вот рабство и вот эта история с рабством, когда Моисей только что спустится с горы, и ты, Бог говоришь, ему первое говорить об этом? О чем говорит Господь? И вот здесь, дорогие, я хочу, чтобы вы увидели сердце Божие, потому что Бог говорит следующее. «Рабство не может быть вечным. Максимум шесть лет. После шести лет отпусти твоего раба на волю. Отпусти его». Наш Бог никогда не был заинтересован в том, чтобы рабство оставалось. Он всегда думал о свободе выбора. И это первое, что говорит Бог. Он говорит, если он пришел один, пусть и уйдет один. И если он пришел с женой, пусть жена его идет вместе с ним. Если ты ему дал жену, а он через шесть лет хочет уйти, пусть уходит один, каким он пришел. Отпусти его в свободе. Но если он скажет, и вот здесь внимание, «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», тогда возьми его, приставь его к двери или косяку, возьми шило и проколи ему ухо. Интересно, моя дочь, когда-то мы дома сидели, разбирали этот текст, и мои девочки, они так ярко это видели все, и они сказали, что мы хотим тоже, чтобы ухо наше было проколото. Мы, конечно, тут с мамой немного против были, пытались проверить, что за ухо проколото. У вас и так уже есть маленькие такие дырочки, сережечки. Нет, мы хотим, чтобы это был знак того, что мы любим. Мы любим Господа, мы любим свою семью. И лет 15, наверное, было, я помню, тогда Авигея, когда она сделала это, Эси тоже сделала, в другое время. И я могу сказать, что действительно, это был осмысленный, осознанный, совершенно не под какой-то диктовкой или давлением, выбор. Выбор. Тебя отпускают на волю, точно как здесь. Иди и делай все, что ты хочешь. А он говорит, нет, я никуда не пойду. Почему? Потому что я люблю Господина моего. Я люблю жену мою, детей моих. Я никуда не пойду. Я хочу остаться здесь. Если до этого я служил только потому, что я должен был, то теперь я хочу продолжить служить уже не потому, что я должен, а потому, что я люблю. Это мой осмысленный и осознанный выбор. Мы сегодня можем смело сказать, анализируя жизнь наших девочек, что благодаря тому, что у них произошел этот осмысленный, осознанный, добровольный выбор служить Господу и посвятить себя Богу в уже взрослом возрасте, в возрасте, когда можно было бы все это осмыслить. Я верю, что Бог из-за этого так удивительно нас благословил нашими детьми. Вы знаете, что одна из них учится в духовной семинарии и другая из них служит сиротам на миссии. И мы очень-очень благословлены нашими детьми, потому что Бог стоит у них на первом месте. Они сказали, мы пойдем за Господом, пойдем добровольно. Друзья, что я хочу сказать, что Бог дает нам всем выбор. Вот этот раб, вот эта история с этим рабом показывает нам сердце Бога. Он говорит, я спас тебя, когда тебе было очень трудно, знаете, в исходе, в 19 главе, в 3 стихе написано так, Бог говорит, вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Бог говорит, Моисею, скажи это людям, скажи, что когда вам было трудно, я подобно, как орел, просто кинулся и подхватил вас, как птенчиков на крылья свои, и я принес вас, я привел вас, я вывел вас из ваших тупиков и трудностей, принес вас к себе. И это безусловная Божья любовь. И здесь Бог проявляет инициативу. И здесь то, что Павел говорит, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Бог через какого-то человека прикоснулся к твоему сердцу, к твоей судьбе. После этого в пятом стихе, в исходе в девятнадцатой главе мы читаем следующее. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником, народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть спасти Бог спасает нас сразу, когда мы зовем к Нему. Он проявляет инициативу, Он озаряет нас своим светом. Но после этого Он говорит, вот это удивительное слово, давайте вместе скажем это слово, если, если, Он говорит, если, еще раз скажем, если, если ты, если ты захочешь, если ты решишься, если ты будешь слушать голоса Божьего, если ты будешь соблюдать завет Божий, если ты, уже будучи освобожден от твоего рабства, когда Бог привел тебя в это место свободы, и закончились твои страдания, истинания, и душа твоя получила свободу, и ты получила освобождение от Него, ты принят, ты любим, ты наполнен Его присутствием, и ты волен после этого делать все, что ты хочешь, если, если ты скажешь, я люблю моего Господина, я принимаю решение любить Его, я люблю Его, я никуда не пойду, то тогда ты будешь моим уделом из всех народов, и тогда я буду вести тебя дальше, ты станешь царством священников, народом святым, если ты решишься на это. Друзья, мы не можем просто так механически принять решение, всякое механическое, автоматическое решение будет проверено, меня держит любовь, которую я получаю от Господа, я говорю Ему, я люблю тебя, причем Бога Отца мы так ясно не видим, однажды Филипп подошел к Иисусу и сказал, покажи нам Отца, и нам довольна будет, на что Иисус ответил, столько дней я с вами, и ты говоришь, покажи Отца, разве ты не знаешь, что я и Отец одно, то есть Отца мы не видим, но Иисуса, который был на земле, мы читаем о Нем в Новом Завете, четыре книги описывают Его биографию, Он таким понятным нам кажется, Он был на земле в теле человеческом, как мы с вами, Он пережил абсолютно все, что может пережить человек, и Он был верен Отцу Небесному, Он нигде не остался, нигде не согрешил, ни в чем не отступил, но Он также плакал, как мы плачем, Он также испытывал холод, голод, Он также уставал, причем так сильно, что даже мог спать во время шторма в лодке, которую бросало волнами, почему так сильно уставал, так много отдавал себя, Он был таким просто классным, о нем сказано, что Он прекраснее всех сынов человеческих, и вот поэтому в песне песней написано, чем возлюбленный твой лучше других, я на этот вопрос могу ответить, я не знаю, как ты, но я могу ответить, что я следую за Иисусом, я люблю Иисуса, Иисус это Тот, Которого любит душа моя, Которому я привязан, я знаю Его, я общаюсь с Ним постоянно, помните, апостол Павел говорит, что Бог просветил нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, Его лицо, оно для меня является образом Божьим, и видя Иисуса, я вижу через Иисуса, Небесного Отца, поэтому, если мы говорим о том, что мы обязаны что-то, никто ничего не обязан, я не знаю, как ты, осознаешь ли ты или нет, что мы здесь все добровольно, может быть, у тебя еще вот этот период рабства, эти шесть лет, которые человек, будучи рабом, должен был отработать, и может быть, ты в Царстве Божьем, находясь в церкви, чувствуешь себя рабом, чувствуешь себя, что ты работаешь, и ты думаешь, сколько нужно молиться, чтобы Господь ответил, сколько нужно поститься, мой ответ, если ты можешь не поститься, не постись, можешь не молиться, не молись, не делай это насильно, я не могу не молиться и не поститься, я хочу быть в Его присутствии, меня тянет к Нему, я люблю Иисуса, Он открылся мне, я осознаю, насколько Он прекрасный, насколько Он классный, друзья, все христианство, вся Библия, абсолютно все, это не свод каких-то правил, вам нужно знать это, вам нужно знать это, вам нужно знать это, вам нужно знать это, вам нужно исполнить то и другое, пятое, десятое, и потом вы просто устаете, у вас столько проблем, еще и здесь, столько всех заповедей, их так сложно исполнить, помните, что Иисус сказал, Он повторил, то, что в Старом Завете было сказано, но люди не понимали, Он сказал, весь закон состоит в одном слове, кто знает это слово? Любовь, возлюби, возлюби Господа, возлюби Господа, возлюби Господа всем сердцем твоим, всею крепостью твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими, и ближнего твоего, как самого себя, возлюби, вот сердце, вот ядро всей Библии, в этом суть христианства, чем возлюбленный твой лучше других, о, Он прекрасный, Он прекрасный, Он однолюбесность, я представляю себе, как, знаете, у Петра, одного из учеников, Иисуса был очень, очень плохой сезон в жизни, я не знаю, бывают ли у вас такие сезоны, сложные, трудные, тяжелые периоды в жизни, с Ним как-то было все хорошо, он три с половиной года вместе жил с Иисусом, как бы вы чувствовали себя, если бы вы жили с Иисусом, в гостинице, например, в одном номере, я тут с одним пастором вместе жил, в одном номере, мы за несколько дней так подружились, близко, а тут три с половиной года, вместе с Иисусом, три с половиной года, вместе с Иисусом, конечно, они знали друг друга очень близко, и Петр, вообще-то, он выделялся, потому что он узнал, он услышал, что Христос, Сын Бога Живого, конечно, Иисус после этого там его и обличил, но тем не менее, он сказал, Петру, ты камень, на сем камня я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, Петр, Петр был одним из тех троих, кого Иисус обычно брал с собой, чтобы помолиться, когда было очень трудно, но вот случилось что-то, случилось, как-то все пошло кувырком, они в третий раз пришли в Иерусалим, и в этот раз в Иерусалиме, все пришло в движение, и в этот раз в Иерусалиме, все были в предчувствии чего-то особенного, и Иисус собрал всех своих учеников в этой горнице, и Он сказал, что один из вас предаст Меня, Петр тут же сказал, что если они это сделают, Я этого не сделаю никогда, таким образом Он допустил, унизил всех других, что они на это способны, себя поднял, что Он никогда этого не сделает, Иисус сказал еще, не припоет петух, как ты трижды отречешься от Меня, потом после этого, Иисус попросил, взял их с собой, и попросил, чтобы они пободрствовали с Ним, хотя бы один час, но кто-то уснул, одна только просьба, мы читаем, была Иисуса к Петру, и Петр уснул, когда проснулся, то тогда было очень много людей вокруг, и Петр схватился за меч, махнул, и неудачно отсек ухо рабу первосвященника, Иисус сделал замечание ему, прямо сказал, положи меч свой на место, и взял, и это ухо исцелил, и после этого схватили Иисуса, повели, все разбежались, кто куда, Петр следовал за Ним, на безопасном расстоянии, так сказано в Библии, не так близко, потому что опасно вдруг, и Его схватят, и не так далеко, потому что любил Иисуса, шел за Ним, что будет дальше, все разбежались, а Он следовал за Ним, а потом утро, холодно, Он пошел погреться возле костра, какая-то служанка узнала Его, и Он клялся, божился, что Он не знает Иисуса, Он просто отрекался от Него всячески, а потом петух пропел, и Иисус посмотрел на Петра, и взгляды сошлись, и Он вспомнил, что было сказано, что ты трижды отречешься от Меня, еще не пропоет петух, Он отошел, горько плакал, потом Он спрятался вместе со всеми учениками, потому что все было очень волнительно, Иисуса похоронили, похоронили все надежды, все мечты, разочарования, пришло полное разочарование, как бывает с нами в жизни, все не так, все наши планы рушатся, все не так, разочарования полные, потом говорят, что Он воскрес, Петр бежал туда, а потом пошел рыбу ловить, пошел рыбу ловить, всю ночь трудились, ничего не поймали, а наутро мужчина какой-то стоит на берегу, и он говорит, дети, есть у вас какая-то пища, они говорят, мы всю ночь тут пашем, трудились, он был вообще профессиональный рыбак, он пришел в то место, где он знал, как ловить, всю ночь проработали, все свои способы, методы, опыт, все, ничего не работает, нету рыбы, и все, всю ночь, он говорит, дети, закиньте по правую сторону, послушались, закинули, и вдруг вытаскивают столько рыбы, что сети прорываются, Петр в ужасе узнает, это он, кидается в воду, и вот они приплывают на берег, а на берегу Иисус, Иисус завтрак приготовил, как мне нравится это, они всю ночь пропахали, вытащили эту рыбу, сидит этот Петр, сидят они все, и Иисус завтрак приготовил, у него была рыба с собой, и я представляю себе, как Петр ест эту рыбу, и говорит, ой, классная какая, ой, как ты вкусно сделала, что за рыба, ой, как ты хорошо приготовил, мы такие голодные, ой, Иисус как хорошо смотрит на Него, а в этих глазах, такая глубина, глубина, которая пронзает тебя насквозь, которая видит всю твою душу, и при этом, любовь обволакивающая, такая теплая, теплая, никакого осуждения, как ты себя чувствуешь, в присутствии человека, который знает все о тебе, знает все о тебе, все абсолютно о тебе, и при этом он не судит тебя, он не обвиняет тебя, он не давит на тебя, он любит тебя, и он спрашивает Петр, Симон Иоанин, любишь ли ты меня, ой, Господи, люблю тебя, люблю тебя, потом говорит, ты знаешь все, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя, он трижды спросил, трижды ответил Петр, два раза ответил, я люблю тебя как друг, а потом говорит, ты все знаешь, Ты все знаешь. Иисус понимал Петра. Иисус поддерживал Петра. Иисус любил Петра. Иисус каждый раз ему говорил, Петр, ты не потерял призвание свое. Иди посередствовать с моих. Он не сказал, хорошо, Петр, я все знаю. Ты все пропустил. Ты ужасно поступил со мной. Ты за одни сутки сделал столько, столько вещей. Ты предал меня. Вообще, знаешь, я передумал. Я больше не доверяю тебе. Я не могу на тебе строить церковь. Ты не будешь камнем. Ты не будешь допущен ковцем. Ты будешь там пол мыть или что-нибудь другое делать. Петр, извини, пожалуйста, вот что я тебе хотел сказать. Он не делает так. Он напротив говорит, Петр, я знаю все, что внутри тебя. Ты не планировал это. Ты не хотел это. Ты слаб. Ты эмоционален. Это просто, это просто, ты загнан был. Это просто состояние такое у тебя. Петр, иди к моим овцам. Люби людей. Паси овец моих. Друзья, как бы вы чувствовали себя рядом возле того? Он Бог. Он Бог воплоти. Возле Бога, который знает все о тебе, любит тебя. Глубокие любящие глаза. И верит в тебя. И поддерживает. Я думаю, он посмотрел на лицо Иисуса. И в один момент он был исцелен от всякой отверженности, от всякой боли, от всякой вины и осуждения. Иисус. Иисус. Я думаю, он подскочил после этого завтрака. Вытерос. Какой классный завтрак. Какой супер Иисус. Он такой чудесный. Он такой классный. Петр моментально был восстановлен. Просто посмотрел. Просто принял. То, что есть у Иисуса. Вот почему мы посвящаем свои жизни Ему. Я посвящаю себя Ему, потому что я люблю Его. Потому что Он прекраснее всех сынов человеческих. Потому что Он тот, который создал меня. Который создал тебя. Который знает все о тебе и обо мне. И Он на моей стороне. И Он на твоей стороне. Вот почему я в своей жизни сказал. Я пойду за тобой. Пойду добровольно. Давайте мне все блага мира. Это не стоит ничего. Предлагайте мне что угодно. Все золото и серебро. Это не стоит ничего. Нет ничего прекраснее Иисуса. Нет ничего восхитительнее Иисуса. Я восхищаюсь Им. Я любуюсь Им. Я тянусь к Нему. Я люблю Его. О, мое ухо проколото добровольно. Я хочу молиться сейчас. Может быть кто-то из вас это слово обращено. Кому-то, кто здесь в этой аудитории. Кто-то из вас здесь по причине. По причине чего-то. Но Бог хочет сегодня дать тебе шанс. Чтобы ты пошел на волю. Хочешь не служи Богу. Хочешь живи как ты хочешь жить. Хочешь делать что ты хочешь делать. Хочешь ставь свои старые планы. И достигай. И проси, чтобы Бог помог тебе. А хочешь склонись пред этой любовью. И скажи, я твой. Я твой навеки. Перепосвяти себя Ему. Он ждет этого. Отец Небесный, прямо сейчас мы приходим к тебе в этой молитве. Прямо сейчас, Господь, я молюсь о тех людях, кому обращено это слово. Прямо сейчас я прошу тебя, Дух Святой, коснись каждого человека, Господь. И дай нам посвятить свое сердце, свои жизни тебе. Посвятить добровольно, без всякого принуждения, Господь. Боже, когда нам было трудно, ты нас спас. Ты нас привел к себе, Господи. Но твое сердце, чтобы дать нам свободу. Чтобы освободить нас и дать нам свободу выбора. Господи, свободно выбираем Тебя. Свободно выбираем, Господь, идти за Тобою. Свободно повторяем за Петром, кому нам пойти. Ведь Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы никому не пойдем, Господи, только к Тебе. Мы любим Тебя, Господи. Воистину, Ты прекраснее всех сынов человеческих. И Тебя любит душа наша, Господь. Тебя любит мое сердце, Господи. И именно любовь является тем главным звеном, который соединяет и связывает мою судьбу с Тобою. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Господь. И я поклоняюсь Тебе за эту привилегию следовать за Тобою. Аминь и аминь. Друзья, я ищу тебя. Субтитры подогнал Игорь Негода.